дорогие друзья спасибо за то что вы с нами я верю что это служение и проповедь коснется вас пожалуйста не забудьте поставить лайк под этим видео прямо сейчас а также подпишитесь на наш канал и поставьте колокольчик чтобы получать свое время на извещение о новых видео также я прошу напишите ваши комментарии вы можете либо вопрос задать либо напишите ваш ваше впечатление ваш отзыв все это способствует распространению данного видео и проповеди евангелия пусть бог благословит вас во время этого просмотра я очень рада что мы выросли и сформировались без телефонов и без интернета на самом деле я считаю это одна из удач своей жизни я конечно очень уважаю это зумерское поколение и все прекрасно с ним но вот какое-то какое-то дерганное состояние все время вот из этих как раз гаджетов да но послушайте человека который рос без этого и не умер представляете ничего с ним не случилось плохого у нас не было телефонов я как мы это говорим своим детям они не понимают это как вообще как не было телефонов ну вот когда я была молодая а это было уже достаточно давно я прочитала одну книгу она называлась очарование женственности хелин анделин ну я думаю кто-то тут читал и показалось она мне тогда ну прямо безнадежно устаревший ей на самом деле уже 60 лет я читала вот современные отзывы в интернете о ней очень очень полярные мнения кто-то говорит это такая крутая книга кто-то говорит невозможно вообще в наше время вот это читать полная вот какой-то устаревшая совершенно невозможная скучная информация такие вот разные мнения тогда я конечно взяла оттуда много особенно один совет который я помню до сих пор это совет красота в опасности то есть когда ты попадаешь в какое-нибудь сложное положение например чемодан тебе надо большой как-то транспортировать или гаишники тебя остановили я вот пользовалась всегда этим то есть тебе нужно просто вот сделать такие глазки вот так похлопать что делать и мужчины бегут тебе помогать и гаишники отпускают тебя даже если ты забыл документы и права у меня было даже такой один раз я попалась без прав другой раз я попалась без документов на машину вообще полностью и даже не помнила вообще они где могут быть и меня отпустили потому что я вот сразу делаю такой вид красота в опасности не спорю не как-то там не доказываю свои права я просто вот все и это всегда работает но вот знаете прошли годы и я распробовала настоящий вкус женственности вот я скажу вам так позволила себе роскошь быть просто женщиной раньше мне хотелось ну в силу там разных установок мне хотелось доказать что я что-то значу что я личность что не только мой муж такой прекрасный но и я тоже что-то как говорится из себя представляю и вот это вот желание но владела мной очень сильно мне там было не до женственности мне нужно было вот это самоутверждение и в принципе это неплохо потому что это ну позволяет тебе развиваться ну вот чего-то она тебя и лишает и вот как раз вот то что написано в этом очаровании женственности я поняла только где-то недавно что женщина она сама по себе прекрасно и что сила женщины она как раз вот в этом очаровании а что у нас связано со словом очарование ну наверное какая-то мягкость какая-то вот нежность да уступчивость где-то вот это именно составляет очарование но при этом конечно вот при всех этих качествах у женщины должен быть внутренний стержень просто вот быть совсем мягкой тоже нельзя и вот этот внутренний стержень вот это основа нашей силы это осознание своей внутренней именно силы которую вложил нас бог пока вы это не переживете не просто на словах но именно вот где-то в сердце вы просто откроете этот источник в себе вот только тогда вы получите настоящий стержень настоящий стержень именно сильной женщины же сильной по женственному давайте по порядку обо всем вот хочу вам прочитать все таки вчера обещала хочу прочитать тридцать первую главу из притч и сделаем так мне понравилось как аня сделала она сказала не надо выводить на проектор то что мы привыкли видеть всегда места писания послушайте лучше ушами и буду я читать современный перевод по моему любимому российскому библейскому обществу ну просто послушайте это место тридцать первая глава книга притч с десятого стиха как найти хорошую жену она дороже любых саванс самоцветов уверена в ней сердце мужа с ней он без прибытка не останется платит она ему добром они злом по все дни жизни своей за шерсть ли берется золен ли ищут работы ее руки она как корабль торговый пропитание добывает вдалеке еще ночь а она уже встала чтобы было чем кормить семью и чем занять служанок присмотрит поле и купит его разведет виноградник трудом добыв средства мощью опояса на ее бедра сила в ее руках видит что хорошо идет торговля и не гаснет в ночи ее светильник руки и и тянутся к прялке а пальцы не отпускают веретена ладонь ее раскрыта для нищего рука протянута несчастному снегопад семье ее не страшен вся семья одета двойной тканью и себе она мастерит наряды в лен и шерсть багряную одета знают мужа ее городских ворот сидит он среди старейшин своей земли шьет она рубахи на продажу пояса для купцов ханаанских обликается в силу и достоинства и радуется наступающему дню на устах у нее слово мудрости наставление благие на языке следит как идут дела дома не напрасно ест свой хлеб встают дети и славят ее муж я ее не нахвалится много было достойных женщин но ты превзошла их всех обаяние лживо и пуста красота но хвала жене что боится господа воздайте же ей по заслугам у ворот городские дела ее восхвалите вот такое местописание да когда мы читаем его у нас так ну прекрасно конечно все написано но такие вот вопросы как она вообще все это успевала у нее что сорок два часа было в сутках она даже не спала нормально у нее ночью сметильник не газ вставала она там до зари это вообще что как это можно все ну понять и я сделала такую схему чтобы понять это местописание разделила на сферы разделила на сферы деятельности вот этой супер женщины ну во первых вам хочу сразу сказать расслабьтесь дорогие такой женщины никогда не было на свете это просто лемуил этот сидел и вспоминал так что женщина вообще сделать то может а вот это еще напишу а еще вот это ведь у нее здорово получается еще напишу вот это еще там какую-нибудь вспомнил женщину и еще какое-то качество прибавил понимаете это собирательный образ образ просто как называется гимн женщине и предлагаю рассмотреть его не как вот абстрагироваться от слов двух в начале это хорошая и от слов жена вот давайте абстрагируемся и просто посмотрим это женщина на самом деле я называю это это местописание женщина от а до я почему потому что вот начиная с этого десятого стиха то построена в форме акра стиха то есть там каждая строчка на на следующую букву еврейского алфавита и так весь еврейский алфавит получается ну задействован женщина от а до я вот почему и стихи как-то иногда нелогично то есть то про это то про то потому что надо было вот попасть еще в буквы алфавита вот почему поэтому удобнее вот так распределить вот я увидела такие сферы может быть вам еще кажется что то да есть тут конечно может быть эти писание но совершенно безграничны но вот мне понравилось вот такое разделение на сферы и ни одна женщина пусть она хоть какая супер женщина пусть хоть она какой гиперфункционал какими мы все сейчас являемся она не может вот это все сделать своей жизни еще и хорошо даже хорошая жена то есть ну это просто нереально вот вообще успокойтесь на эту тему в нашей жизни вот эти вот сферы ну я их делала круглыми на своем рисунке они были такие как шарики здесь просто нужно было слова вместить вот они как бильярдные шарики катаются по столу то значит так станут то вот так то значит вообще какой-то шарик слетит со стола то его вообще и не было никогда а когда-то он вдруг пришел ну какой-то шарик прибавился то есть вот так вот все это мы же с вами все разные мы вчера об этом говорили и у нас разные способности таланты разные склонности кому-то нравится вот больше дома рукоделием заниматься кому-то нравится служить голодным благотворительности да кому-то нравится детьми заниматься ну и так далее много у нас разных сфер вот какие сферы у вас есть те пусть и будут да есть некоторые сферы о которых которыми мы не можем пренебречь вот о них я сейчас скажу отдельно например общение с богом да или как написано отношения с богом здесь причем в этой книге не сказано вот конкретно где она там молится где она там ну служит богу такого вообще нету да женщина от а до я но это есть все равно потому что в то время считалось если у тебя есть муж и ты служишь ему то ты уже служишь богу то есть она конечно делала много для мужа и я думаю что она конечно имела из и участие в служении богу вот это это очень важная сфера которую мы как верующие женщины не можем до обойти иначе без этого уже ничего и не нужно остального это самое главное это основа и еще я бы какую выделила да если у тебя есть муж до кружочек внизу если у тебя есть муж что одна из главных задач твоих это служение мужу тут уже тоже ничего не поделаешь завела себе мужа теперь служи ему понимаете мы так рвемся замуж но на самом деле это огромная совершенно ответственность и огромная сфера деятельности которую женщины думают ну как-то это само получится а оно вот само не получается этому надо учиться этому надо просто прилагать большие старания чтобы вот служение мужу было успешным и об этом я больше буду говорить вечером теперь смотрите еще одно один есть кружочек который мы все должны абсолютно исполнять и уделять ему внимание это собственный ресурс то есть это что это здоровье это наше здоровье и мы понимаем конечно что без здоровья вот все остальное тоже становится очень проблематичным и служить ты уже никому не сможешь и богу служить нормально не сможешь но почему-то именно вот это и пренебрегается женщинами кажется да ладно все нормально пока я еще успею я еще там я лучше заработаю деньги я лучше получу еще дополнительное какое-то образование я лучше ну что там пройду еще какие-то курсы и еще что-то заработаю на какую-нибудь вещь важную сделаю себе пластическую операцию я не знаю у каждого свои какие-то желания но вот мы все что угодно ставим впереди нашего собственного ресурса а это важнее всего наверное вот и заметьте что эта женщина такая гипотетическая да ну скажем так женщина вот того времени она ведь не была перегружена понимаете вот при всем вот этом как бы многообразие и занятий она не была перегружена как вот мы сейчас и почему я так думаю потому что вот то что написано бизнес да ну это просто такая работа вне дома скажем то есть она могла сидеть дома делать эти самые ну пояса и это кстати очень прогрессивный взгляд для того вот времени потому что ну раньше там мужчины совсем не разрешали женщинам ничего делать вне дома это было как бы запрещено это было культурное табу и культура с одной стороны она вот жестко контролировала женщину но с другой стороны она еще и защищала ее защищала от вот этого вот перегруза и мы дальше там разберемся почему это так важно ну то есть она делала что-то она выражала свои творческие способности но при этом основная ее забота была все таки о собственном доме и о собственной семье это очень важно заметьте что и воздаяние которое она получает вот я не думаю что дети вставали каждое утро и говорили мама какая ты хорошая у нас ну те кто имеет детей те знают да как утром это происходит часто это капризы это бесконечные претензии это нужно бегать все собирать для них но в какой-то момент если ты хорошая мать тебе обязательно ну дети скажут спасибо вот спасибо за все что ты для нас сделала и это наверное одни из самых таких прекрасных моментов материнства вот и так же муж да он тоже как-то вот чувствуется когда муж доволен тобой даже когда он может и не скажет но вот по его поведению понятно вот ты молодец ты там как-то сделала все хорошо и тебе будет воздаяние за это но если у тебя нет мужа и детей то что вот принцип остается тот же самый если если ты вкладываешься скажем в работу вовне то это будет одно а если ты вкладываешься в своих близких не обязательно чтобы это был муж или дети но кто-то ведь есть близкий рядом да ну просто найти кого-то кто о ком ты можешь заботиться если ты вкладываешься в этого человека то или в людей то от них и будет тебе воздаяние потом работа это работа она конечно претендует тебя забрать целиком но мне еще помню свекровь говорила моя диана работа на нее нельзя делать ставку она тебя скушает и выплюнет никому ты там будешь не нужен хоть сколько сил туда вложи вот все равно ты заболеешься старишься уйдешь на пенсию и все а тебе моментально забудут какие заслуги там у тебя перед вот этими перед этими организациями все все сразу же забудут поэтому ставку надо делать на собственную семью и вот вот это воздаяние может быть она в конце жизни только это услышит эти слова благодарности женщина но тем не менее ее не оставят в беде ее не оставят в болезни и такие люди они обычно вот и есть самые благодарные в те в кого женщина вложилась все остальное что ну делает эта женщина это все ну по ее уже усмотрению то есть вот самое главное чтобы женщина она оставалась женщиной при всех своих многообразных делах в разные периоды жизни кстати вот разные типа дети например дети одно дело когда у тебя трехлетний ребенок другое дело когда ему уже 23 года да совсем разное количество времени вот так все в нашей жизни перетекает друг в друга как-то распределяется само собой вот проблема происходит когда не сама женщина по своему собственному желанию выбирает приоритеты в своей жизни да и чем она будет больше заниматься на какую она область поставит ударение а проблема когда вот на нее давят извне давит кто на нас общество давит так ведь потом мы можем испытывать финансовую нужду это тоже давление очень сильное и мы можем просто поддаваться веянию моды когда например ну это тоже общество в общем то когда общество говорит вот это непрестижно скажем сидеть дома и заниматься семьей нужно добиваться чего-то и заметьте общество вообще толкает нас очень активно на мужскую сторону сейчас вот мы посмотрим что это за мужская такая и женская сторона но мы на самом деле с вами испытываем это давление мы испытываем давление что женщина должна работать должна заниматься карьерой должна хорошо зарабатывать иначе ну как-то ты получаешься где-то внизу общественной лестнице если нет у тебя вот хорошей работы если ты ничего из себя не представляешь как профессионал есть такое давление вот вы согласны со мной дайте какую-то хоть обратную связь да есть такое конечно и прямо скажем что женщина конкурирует с мужчиной в этой области она и зарабатывать хочет много она и хочет вот такую высокую профессиональную ну иметь выучку и уровень и все это ей сейчас надо вот давайте посмотрим вот еще одну картинку да сначала мужские качества вам тут выпадут потом женские вот смотрите я вам тоже сейчас прочитаю мужские качества независимость беспристрастность решение задач стойкость конкуренция аналитический ум могущество напористость компетентность уверенность в себе надежность целеустремленность это такие типичные мужчины теперь давайте вторую картинку женские качества это только конечно хорошие качества взаимозависимость эмоциональность заботливость беззащитность сотрудничество интуиция любовь чуткость искренность доверие отзывчивость и ориентация на взаимоотношения я знаю что молодые девушки как-то немножко с пренебрежением относятся к вот к этому к этому столбику скажем женских качеств они думают нет я не хочу я не хочу их иметь почему то есть я хочу конечно их иметь но не в таком количестве ну вот кто хочет сейчас в нашем мире вот быть такой женщиной вот такой и больше никакой заметьте просто чтобы была вот это вот вот этот столбик ну понимаете если девушка или женщина пережила уже какой-то травмирующий опыт она не захочет быть больше вот такой потому что вот все эти качества так или иначе связаны со слабостью ну по крайней мере в нашей голове то есть женщина молодая девушка она не хочет быть слабой она говорит нет 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 я разовью себе в другие качества чтобы в случае чего уметь постоять за себя потому что у нас жесткий мир жесткая какая-то жизнь мы должны постоять за себя на работе иногда и в семье тоже приходится дать отпор да приходится вот как-то ну сопротивляться и для этого нам нужны мужские качества ну вот посмотрите давайте еще раз первый стол картинку женская мужская сторона посмотрите на нее еще раз внимательно и скажите а хотели бы вы жить в мире где только такие качества по-честному по-моему это ад просто бы был правда это вот почему я уже второй раз говорю фразу что чем хуже дела в этом мире тем больше запрос на женственность настоящую потому что посмотрите вот например идет война вот эти качества которые мы видим что там конкуренция могущество стойкость такая напористость и целеустремленность это еще как бы говорится как все культурно названо ведь эти качества и разжигают войну и что нужно чтобы она закончилась так вот женские качества вот давайте вторую и на ней и останемся вторую картинку да вот эти качества нужно чтобы война закончилась вот почему когда начинается вражда неважно где среди государств или среди каких-то людей да в семье то кто может погасить эту вражду кто может погасить конфликт кто главный миротворец женщина или мужчины которые вот понимают вот в этих вот женских качествах вот почему я считаю что настоящая женственность трудные времена еще важнее чем более легкие светлые времена вот женщина она может проявлять эти качества но у нее так же как и у мужчины чтобы нам было как говорится повеселее в этой жизни бог создал так что и у женщины есть мужские качества и у мужчины есть женские благодаря чему наша жизнь бесконечно разнообразна все это мы можем проявлять взаимно да и это очень важно вот насколько мы можем проявлять мужские качества чтобы не пострадала наша женственность как это все нам вот понять вот где этот граница я вам скажу во первых такую вещь очень интересную которая когда-то когда я ее узнала меня очень потрясла и дала мне ну такое вдохновение в жизни что мы можем сами менять свои качества в зависимости от от наших занятий то есть наше занятие которыми мы занимаемся вот те самые сферы да и чему мы больше уделяем внимание то влияет на нашу на наши гормоны на наш гормональный баланс и теперь я всегда об этом говорю не забывайте дорогие женщины что вы сами можете влиять на свой гормональный баланс и на свое на свое вот это самочувствие то есть когда мы проявляем вот эти наши женские качества то что вы тут видите у нас вырабатывается эстроген женский гормон когда мы занимаемся мужскими делами если мы например на работе мы там в конкуренции мы решаем задачи целый день то у нас растет количество тестостерона мужского гормона и вроде бы как бы ну это неплохо женщине тоже надо немного тестостерона но его переизбыток ведет к стрессу у женщины и мог может ли женщина вообще вот без этого тестостерона вообще без мужских качеств ведь когда-то женщинам приходилось обходиться без этого как я уже сказала им просто культура не давала но кому-то было трудно потому что у женщин очень много творческих талантов у нее огромный творческий потенциал она может сидя в декрете например придумать вайлдберрис правда вот так и сделала Татьяна Бакальчук которая сидя в декрете думала чем бы заняться на работу я ходить не могу и придумала вот этот интернет-магазин вайлдберрис который сейчас знают буквально все причем она так это все сделала что мужчины потом которые занимались аналогичными компаниями говорили мы не можем это повторить это какой-то уникальный опыт вообще ну конечно я слушала с ней интервью она сказала что у нее есть семья и все вроде хорошо но она просто живет на работе она там проводит все свое время и неизвестно какие будут дальше последствия от этого ну я думаю что она умная женщина она в этом всем разберется но интересно что женщина вообще на такое способна у нее не было специального образования для этого это было просто ее творческая мысль и огромное трудолюбие и если вы посмотрите на каждую из нас у всех есть какие-то вот эти таланты и нам надо выражать понимаете эти качества надо выражать и получается что если мы выражаем свою женскую сторону и подавляем мужскую то мы не выражаемся как личность если мы наоборот выражаем свою мужскую сторону и подавляем женскую у нас наступает стресс да где вот эта граница как найти как найти выход из этого какого-то такого положения очень трудного я вам скажу секрет в равновесии нам нужно найти равновесие а вот какое это равновесие это все индивидуально то есть у каждой из нас есть какой-то свой уровень где вот происходит это равновесие где мы себя чувствуем хорошо нет никакого готового рецепта его просто нет вы должны его сами найти это знаете напоминает как будто Бог нас создал в это время сделал какие-то настройки как говорится фабричные в нас есть настройки а инструкцию пользователя не дал нету ее и каждая как будто слепую вот что-то там нащупывает то есть но это нужно обязательно сделать почему я говорю собственный ресурс уделите себе внимание мы очень сложные существа и нам нужно понять вот где то хрупкое равновесие когда мы и чувствуем себя хорошо и как-то самовыражаемся и в то же время мы не находимся в стрессе вот есть этот показатель да показатель который четко определит линию где-то перешла уже свою грань и ушла от равновесия это переутомление если женщина в переутомлении это явный признак того что она подавляет свою женскую сторону и занимается больше уже на мужской и если я вам сказала что что вот работа как работа она ее нужно все равно делать правильно работать как мы не можем уже сейчас не работать у нас вот такое время что и с финансами и со всем прочим нам нужна эта работа но на работе вы тоже должны вот быть мудрой понимаете не нужно полностью туда погружаться в работу я вам скажу моя работа например занимает три часа в день официально вот у нас такая концертная организация и мы работаем три часа в день но по факту эти три часа в общем-то немного по факту она съедает целый день потому что надо приехать уехать потому что надо дома поучить потому что концерты в любое время они ставят когда хотят потому что мы работаем выходные вот тебе и три часа в день я занята постоянно я очень устаю на этой работе а что говорить о женщинах которые должны по восемь часов сидеть как бы ну друзья мои это каждая женщина конечно решает для себя сама да просто я вам хочу сказать что если вы делаете это из-за финансов подумайте все-таки но слишком может быть велика цена за такую работу за деньги которые вы заработаете и бывает так что некому о нас больше позаботиться да если муж там он может позаботиться может и тоже не позаботиться то есть ну как-то найдите с богом решение на эту на эту на этот вопрос ответ на этот вопрос найдите с богом потому что если вы попадаете вот в этот цикл переутомления вам очень трудно потом из него выйти это не просто так что ты вот пришла домой и вот все тебе хорошо нет ты приходишь домой ты такая же напряженная остаешься ты не можешь уже расслабиться ты просто сидишь опять в том же самом телефоне и пытаешься доделать дела которые ты не успела во время дня доделать а потом ты у тебя наступают выходные ты опять доделываешь дела которые не успела в рабочие дни да бывает такое бывает такое расслабиться уже невозможно поэтому я вам говорю дорогие будьте мудрыми женщинами каждая женщина должна владеть одним механизмом и это общий рецепт вам скажу вот если там все индивидуально то сейчас послушайте внимательно общий один принцип как возвращаться на женскую сторону после трудового дня после трудовой недели вернитесь с мужской стороны на женскую как это сделать практически две вещи там много конечно занятий которые повышают конкретно эстроген да еще и в каждые дни цикла надо это делать все как-то тоже по-своему где-то больше уделить времени себе где-то больше уделить времени там партнеру семье это все вы можете найти информацию ну вот два две вещи я вам скажу во-первых это нужно о ком-то заботиться женщине нужно о ком-то заботиться если вы приходите с работы уже злая никого видеть не можете и только кричите кто посуду не помыл или еще что-то кто вещи разбросал кто свои носки бросил я сколько раз говорила если вот вы только на это способны знайте что вы точно на мужской стороне вот этой агрессии вот этой такой жесткости целеустремленности сбросьте это все с себя и попробуйте проявить нежность ну хотя бы кошку погладить ласково уже хорошо не пнуть там ее и сказать ах ты такая сякая но просто проявить вот эту ласку и нежность и второе что нужно делать это уметь делиться своими чувствами не в тоже форме упреков и претензий а просто уметь рассказать это тоже особое искусство видите сколько мы женщины всего должны уметь потому что чтобы настроить вот это сложное существо каким мы являемся помните я вчера говорила да мы каждый день разные вот вы попробуйте это настроить нужно какое-то искусство это не просто вот я чтобы пойти например стать врачом или учителем я должна пять лет учиться семь лет учиться чтобы музыкантом стать надо вообще лет двадцать учиться да чтобы стать каким-то программистом надо тоже вложить какие-то силы в образование а чтобы быть женщиной ну это же само собой а чтобы быть хорошей женой это же ну как то так все должно получиться ну нет почему мы эти профессиональные свои умения ставим выше чем например умение быть женщиной умение сочетать вот эти очень сложно сочетаемые вещи в нашей жизни подумайте об этом надо этому уделять внимание и если мы не уделим этого внимания то проблемы мы почувствуем где как вы думаете не знаете где в отношениях да а еще где где на работе вот на работе то вы их как раз и не почувствуете вы же там пашите как не в себя в здоровье конечно в теле вот сейчас поговорим о теле потому что о теле вообще мало говорят в наших кругах ну тело это необходимая часть нашей жизни мы через него проживаем свою жизнь правда и вот с ним то у нас как раз куча проблем с этим телом нашим бедным они у каждой женщины отношения со своим телом вообще очень сложные посмотрю сколько мне осталось отношения непростые почему именно вот у женщины сложные отношения с телом у мужчин это все проще мужчина и он всегда с собой доволен вот в любом состоянии смотришь мужчина в любом возрасте он такой я мужчина но женщина ведь она вся испереживается относительно вот именно как она выглядит как ее оценивают окружающие почему вижу тоже тут несколько причин во первых во первых женщина он отождествляет себя со своим телом то есть как бы ты считаешь что ты это твое тело вот почему я не зря сказала в начале мы проживаем через него свою жизнь но мы не тело кто согласен со мной кто-то согласен уже со мной ура потому что мы с вами вечный дух который потом сделает пересадку вот из этого вагончика в другой понимаете и поедет дальше а вот это тело останется и поэтому нельзя считать что если ваше тело постарело или как-то с возрастом стало такое какое-то не такое привлекательное то вы стали хуже да нет совсем нет это не так и вторая причина это то что женщина воспринимает себя как носительница красоты это правда носительницы красоты и очень зависит от мнения окружающих и третья причина почему мы очень так относимся к своему телу неоднозначно это социальное программирование вот я вам хочу сказать про него как раз первое то что женщина ведь часто не нравится своя внешность вот сейчас я коснусь реально больной темы ну не знаю такой женщины которая бы сказала я идеально красиво кто так думает вот есть такие девушки молодец ты здорово вообще считаешь это так и есть да вот даже вот ей похлопали отдельно на самом деле то есть нам есть куда расти правда на самом деле каждая женщина считает там ой у меня то не то и это не это и вот откуда вот это негативное к себе отношение вот откуда оно во первых огромную свинью нам подложили средневековые священники что такое скажите вот просто огромную свинью мы же с вами как бы христиан наследники христианства правильно так вот что они делали вот там средние века они пытаясь оградить мужчин от греха вот это их похоть они применили недозволенный прием они унижали женщин они говорят это что это вообще это какое-то недоразумение и такие ярлыки навесили на женщину такими именами ее называли как например слуга дьявола ведьма и так далее и это относилось к самым красивым женщинам обычно то есть как бы мужчины в попытке ну защитить себя оградить от греха вот они таким образом поступали и она там и постарались в средние века она там и называли женские половые органы знаете как латинским словом пудендэ пудендум а это означает в переводе стыдиться то есть понимаете как бы у мужчины все нормально получается а женщина почему-то должна стыдиться это вот с какой стати то есть таким образом они запрограммировали на века вот это отношение к женщине как к чему-то второстепенному вообще стыдному что она тут понимаешь мужчину вводит в грех и что она во всех смыслах недостойная какая-то грязная и вот таким образом через поколение это передалось и мы теперь и к своей сексуальности и к своему телу относимся часто негативно потом кто еще постарался в этом вопросе да собственные наши бабушки и мамы просто вы даже может не вспомните что они на эту тему говорили вот почему так трудно преодолеть негативное отношение к собственному телу потому что потому что мы не помним когда в нас посеяли эти семена и мы к нему так относимся неосознанно мы не выбирали сознательного решения что мы будем плохо относиться к себе или к своей там сексуальности понимаете мы что делали мы это впитали бессознательно пока еще были очень маленькие и может кто-то помнит как мама там или бабушка ругали мужчин и ну все что с этим связано всю эту тему секса или над вами как-то смеялись вот я помню этот момент когда я была маленькая и надо мной дома так подшучивали знаете когда я начинала делать например какую-нибудь зарядку или танцевать мне говорили ну я не помню что мне конкретно говорили но помню что смеялись и как-то так ну с издевкой кажется невинная какая-то вещь ну подумаешь над тобой там подшутили как ты смешно делаешь зарядку но этого хватило чтобы я когда подросла очень стала стесняться своего тела я так стеснялась просто страшно что я не могла ходить в фитнес я не могла ходить в бассейн я не могла понять как там можно раздеться при всех ведь это же ужас ведь все увидят какое некрасивое у меня тело понимаете и это была не шутка я много лет с этим жила в таком каком-то зажатом состоянии а сейчас прошло как-то каких-то 45 лет и я пошла на танцы понимаете я теперь хожу учусь танцевать вот очень прекрасное занятие чтобы повысить свою женственность это просто замечательно как это я вообще такое до такого додумалась что в 50 с лишним лет самое время идти учиться танцевать а я вам скажу как я открыла в самой себе источник божественный вот этой гармонии силы красоты и когда я его открыла я поняла что ну все вот эти все что там в детстве переживала какие-то насмешки еще что-то какие-то насмешки от одноклассников все это ничего не значит по сравнению с реальностью понимаете все вот это социальное программи программирование вся эта мода все это пшик какой-то по сравнению с тем что реально есть у нас внутри внутри у нас красота вот этот женский потенциал грация и все все что мы хотим себе вот красивого в себе видеть у нас уже это есть внутри и нужно это просто выразить вы понимаете вот если вы постараетесь это сделать это все реально вы на самом деле можете это сделать и тогда у вас не будет уже терзать сомнения а красиво ли я а как вот на меня смотрят как на меня там как-то смеются может надо мной ну и что у тебя есть вот этот ресурс и нужно просто с ним работать понимаете вот например возраст у нас как бы в стране еще так традиционно боятся возраста женщины ну как ты же будешь беспомощная кривая косая никто к тебе не придет ты будешь ну некрасивая и вот из-за этого женщины очень боятся а вот в развитых странах западных они не боятся старости почему а вот наоборот они чувствуют себя после пятидесяти просто королевами потому что ну она понимает что вот самый вкус в женщине появляется вот именно в эти годах а не когда ты молоденькая бегаешь у тебя не те еще задачи когда ты молодая у тебя очень много но когда ты уже вот вырастила детей они ну в нормальных обществах они уже выплачивают все кредиты они такие уже стоят финансово независимые и они могут вкладывать в себя вы понимаете только в себя вкладывать опять же нельзя об этом мы поговорим вечером вот секрет счастья это в том чтобы вложить себя и в других и еще успеть в себя вложить в себя вот такая формула вот ищите свою собственную чтобы свою собственную вот эту формулу счастья и если вы будете счастливы вы будете распространять это счастье вокруг это и есть главное что мы должны делать вы понимаете и не пытайтесь в своей внешности прийти к какому-то одному стандарту мы уже с вами говорили цените свою неповторимость у нас у всех разный психофизический тип мы все разные кто-то не может стать ну может быть очень худым кто-то не может наоборот стать полненьким вот кому что как говорится дано но в рамках этого психотипа и физического типа мы можем очень много сделать все в ваших руках занимайтесь спортом занимайтесь техниками какими-то более тонкими теми которые уже позволяют ориентироваться в своем организме знаете я вам скажу я не боюсь старости и я не боюсь смерти потому что я получаю знания я тружусь для этого я получаю знания как я познаю свой организм я понимаю что есть врачи которые мы очень доверяем слава богу за врачей но я вам скажу сама женщина в этом плане может сделать невообразимо больше чем любой врач познать себя как там все это устроено внутри как мы можем на это все воздействовать откуда берется вот эта энергия энергия жизни откуда берется здоровье это все сейчас доступно это можно все узнать даже не выходя из собственного дома поэтому друзья мои не ленитесь берите все это в свои руки и вы будете гораздо счастливее и напоследок я вам хочу предложить такую вещь чтобы вы подумали о самих себе чтобы вы подумали о своем времени давайте еще раз вот эту схемку первую видите разные сферы у нас здесь да да женщина от Адая на что вы тратите большую часть своего времени подумайте об этом не сейчас может у вас будет еще время вы просто можете поразмышлять это вам направление такое для самоисследования то есть ну где схема то как бы схема номер один которая ага такая как солнышко да она чтобы мы как солнышко то сияли на что вы тратите если у вас стресс и переутомление то вам нужно что-то изменить никогда внешние обстоятельства не изменятся вот так чтобы вы себя хорошо чувствовали ну не будет такого только вы сами можете вот это все исправить понимаете господь вам поможет в этих всех вещах то есть просто исследуйте себя давайте помолимся да закроем наши глаза и помолимся за то чтобы господь дал нам мудрость где вот это грань которая которую мы не должны переходить и как нам все это устроить все эти сложные вещи в нашей жизни господь 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 разобраться в себе изучить себя не просто жить по инерции не просто жить как требует от нас общество как кто-то может быть хочет чтобы мы жили господи но как мы и сами хотим хотим мы должны научиться это господи мы должны научиться принимать себя принимать свое тело принимать открывать вот эти живительные источники внутри себя чтобы нам не обвинять кого-то что кто-то сделал не так как мы хотели и мы теперь несчастны господи чтобы нам вообще не давать свою жизнь в чужие руки господи но мы хотим только в твои руки отдать нашу жизнь боже мы хотим чтобы ты был нашим советчиком чтобы ты был нашим вдохновителем чтобы ты был тем кто нас ведет господи чтобы ты как бы ввел нас через все вот эти вопросы сложные господи помоги нам пожалуйста не пренебрегать господи не пренебрегать вот этой мудростью женской и не остаться потом у разбитого корыта господи в старости но помоги нам сейчас когда у нас есть время еще ресурс у нас есть и силы чтобы мы вот именно сейчас начинали вкладывать что-то в себя в свой собственный ресурс чтобы мы именно сейчас господи не откладывая на потом не ссылаясь на то что у нас нету времени что-то научились сделать для себя чтобы мы господь могли создать это внутреннее счастье чтобы мы могли прожить себя как женщину и светить миру уже нашим светом который исходит из этого счастья который исходит из этой полноты полноты которой ты нас наполняешь господи мы благодарим тебя господи за то что ты даешь нам силы чтобы мы выполнили свои задачи здесь у каждого свои задачи у каждой свои задачи господи у каждой свой путь господи помоги нам помоги нам просто вот не забывать об этом и найти этот уникальный путь к своей собственной судьбе, к своей собственной уникальности. Да будет, Господь, Тебе вся хвала и слава. Мы благодарим Тебя, Боже, за все, что Ты нам даешь по Своей великой щедрости. И мы хотим также щедро все это транслировать во внешний мир. Хвала Тебе и слава да будет во веки веков. Аминь. Друзья, спасибо, что вы были с нами во время этого служения. Если оно коснулось вас, и вы хотите, чтобы оно коснулось еще других душ и сердец, то вы можете поддержать нас. Вы можете нас поддержать тремя способами. Первое. Подпишитесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Все это способствует тому, чтобы благодаря алгоритмам Ютуба это видео было показано и рекомендовано другим пользователям. Второй путь. Вы можете нас поддержать финансово. Под этим видео есть ссылки, где рассказывается о разных способах, как вы можете это сделать. И третье. Пожалуйста, молитесь за нас, чтобы Бог хранил нас, Бог благословлял нас, и чтобы Дух Божий действовал через это служение, касаясь новых душ и сердец. Так много нужно света в эти темные времена. Храни вас Бог. Субтитры подогнал «Симон»!